В этот день, 26 декабря 1812 года, последние части наполеоновской армии покинули территорию России. 26 декабря 1919 года Совнарком СССР принял декрет о ликвидации безграмотности. 26 декабря 1948 года летчик-испытатель Олег Сколовский преодолел на истребителе звуковой барьер. 26 декабря 1957 года была учреждена медаль 50 лет Вооруженных сил СССР. 26 декабря 1975 года началась эксплуатация сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. В этот день, 26 декабря, родились Александр Амфитеатров, российский писатель и литературный критик, один из ярких филитонистов своего времени. Владимир Стржижевский, российский летчик-ас Первой мировой войны. Он награжден Георгиевским крестом всех четырех степеней. 26 декабря день памяти священно-мученика Протеерея Владимира Лазина-Лазинского. В отличие от многих духовных лиц, выросших в семьях священников, профессии родителей Владимира были весьма светскими. Они работали земскими врачами. Владимир тоже выбрал себе вполне мирскую деятельность, окончив археологический институт. Потом была работа на государственной службе и статистикам на железной дороге. Но все изменила революция, начавшаяся с массовой ликвидации интеллигенции и проповедников. Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности. Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, нам все разрешено. Только полная и бесповоротная смерть старого мира избавит нас от возрождения старых шакалов. Так заявлял один из помощников Дзержинского. Только за первые дни Красного террора карательный приговор получили 500 человек. Вся вина их состояла в том, что при монархическом строе они были обеспеченными людьми. В 1918 году расстрелу подвергся и протоиерей храма святой Екатерины Александр Васильев, последний духовник императорской семьи Романовых и близкий друг Владимира Лозина. Это событие стало переломным для него. Несмотря на отговоры с семьей, он не побоялся в тяжелые для православия годы стать священником. Как писал он в своем стихотворении, «Тогда из тьмы времен смятенных, в последнем ужасе угроз восстанут души убиенных за имя вечное Христос». Уже через два года после принятия сана отец Владимир начал служить в Петропавловской церкви. Его открытость, искренность и доброта не остались без внимания прихожан, писавших. «Ваши всегда теплые и глубокие слова пастыря дают мне прилив энергии и сил. Особенно теперь, когда я совершенно духовно переродился и решил идти в жизнь освеженной и вдохновленной идеей возрождения крепкой и могучей России, Святой Руси». Или такие строки, сохранившиеся на обороте иконы. Глубоко уважаемому и любимому пастырю, отцу Владимиру Лозинолозинскому. От первых прихожан скромной университетской церкви всех святых, просеявших в церкви российской. С горячим пожеланием ему навсегда сохранить в душе тот священный огонь, которым он привлек сердца своей паства. Однако дарить божественное пламя батюшке пришлось недолго. Уже через несколько лет за служение панихиды, с упоминанием царской семьи, он был подвергнут аресту и сослан на Соловецкие острова. Но даже там, среди товарищей по несчастью, он привлекал к себе внимание. Светившиеся в нем глубокая любовь к человеку сглаживали внешние различия с окружающими. Делали отца Владимира своим в среде духовенства. Он был так воздушно светел, так легко добр, что кажется воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать. Так вспоминали соловчане. После десятилетнего срока и небольшой свободы длиной в два года, он был обвинен в руководстве контрреволюционной группой с намерением создания народа и демократии на основе негосударственного капитализма. Поклеб, не имевший под собой веских оснований. На этот раз он закончился расстрельной статьей. Но даже переворачивая последнюю страницу своей жизни, отец Владимир, причисленный ныне к лику святых, никогда не жалел о своем решении служить Богу. Что отмечали его современники, бодрый и необыкновенно сильный духом он живет как подвижник, святой Божий человек, забывая о себе и своей плоти исключительно для ближнего своего и для любви к страждущим. Нельзя не удивляться и не преклоняться перед такой силой духа при совершенно истощенном и слабом организме.